Что подарить мужчине? Как подобрать арбалет, который подойдет и бывалому охотнику, чтобы подстрелить оленя, и офисному клерку, чтобы просто выпустить пар? Вряд ли можно придумать что-то лучше самого обычного арбалета. Короче, я ему купил огромный настоящий арбалет. Мой подарок был самый недорогой. Он вызвал такую эмоцию, что я помню, он еще вскочил и такой, как ребенок. Блин, что за подарок, а? Ну, как выбрать этот арбалет? И в этом ролике я собрал для вас все модели для большинства людей, которые подойдут в подарок. Поэтому досмотрите до конца, и вы просто посмотрите. Вот человек такой, значит, ему нужен вот такой вот арбалет. Не благодарите. Привет, Олег Бирхантер. Первое, что вам нужно знать, что существует два типа арбалетов. Это рекурсивные и блочные. Давайте расскажу, чем они отличаются. Рекурсивные системы — это, по сути, обычный классический традиционный лук, который возникает в голове, когда мы говорим о луке как об оружии. То есть это палка с веревкой, и это как раз-таки рекурсивная система. Если мы кладем ее на лыжемент, получается арбалет. А блочная система — это вот современные луки, которые с колесиками, с кучей непонятных веревок и всякое такое. Понятно, что если бы рекурсивная система была суперхорошей, то блочные бы просто-напросто не появились. У рекурсивных арбалетов все равно есть одно небольшое преимущество — это вес. Рекурсивная система сама по себе, в принципе, легче. А, нет, еще есть одна. Есть еще один плюс — то, что ее легко ремонтировать. То есть тетиву, если у вас вдруг она порвется, вы просто снимаете и ставите новую. Хотя если у вас арбалет на 100 кг, на самом деле, сделать это не то, чтобы просто. Вы попробуете просто на какой-нибудь арбалет пистолет тетиву накинуть, а потом представьте, как накидывать тетиву на большой полноценный арбалет. Это как бы нифига не просто, на самом деле. Но так или иначе, это возможно сделать. В то время как с блочным арбалетом все гораздо сложнее. Поскольку блочная система — это именно что система, то есть там есть много взаимосвязанных элементов, если у вас что-то пойдет не так, то, скорее всего, придется перенастраивать арбалет полностью. Что, конечно, в лесу, на дереве сделать, скажем так, проблематично. Возможно, конечно, но проблематично. И на этом, наверное, недостатки блочной системы заканчиваются. И начинаются одни плюсы. Потому что блочная система — это куда более эффективная система. То есть при той же силе натяжения скорость вылета стрелы гораздо-гораздо выше. Следующий момент — это размер. В блочной системе используются короткие плечи, большие блоки, что позволяет сохранить такой же рабочий ход, но при этом сделать арбалет в разы компактнее. То есть раза в два или в три арбалет становится уже, если вот мерить по плечам. Следующий элемент — это надежность. Потому что, как я уже сказал, это система, которая имеет свои внутренние связи. И поэтому, если вы будете с небольшим перекосом заводить, система немножечко это нивелирует. То есть, в принципе, эта система позволяет более повторяемые выстрелы делать от рекурсивной. Потому что, как на рекурсивной системе, если ты взводишь сначала вот так, потом там, не знаю, руку чуть пошире взял правую, все, у тебя правый плечо сгибается сильнее, чем левый. Соответственно, когда стреляет, оно вот так вот стреляет. И стрела вылетает уже не ровно, а вот так вот ее швыряет. А если у нас спереди стоит бродхед, который, по сути, является крылом, то есть, имеет большое сопротивление, если оно не прямо смотрит, а чуть под углом, то у нас перья уже вступает в неравную борьбу с наконечниками. Конечно, перья побеждают, но так или иначе, пока она выровнится, стрела успевает куда-то в сторону отлететь. И на точности это, безусловно, сказывается. С разновидностями разобрались. Давайте теперь попробуем понять, какой все-таки арбалет нам больше подходит для подарка. Мне кажется, логично выбирать арбалет от человека, которому вы будете дарить. Да, то есть, если у вас человек... Ну, давайте пойдем по порядку. Если у вас человек охотник, вы хотите подарить арбалет охотнику, на что следует обращать внимание? Тут, наверное, стоит пояснить, что, в принципе, охотник будет рад любому арбалету, потому что охотники любят оружие. И подарив ему даже какой-нибудь маленький арбалетик, пистолетик, он попробует, посмотрит, его заинтересует эта тема, он посмотрит видосы, посмотрит, какие есть арбалеты, и в целом, скорее всего, он все равно придет к арбалету, потому что, ну, многие охотники, по крайней мере, из тех, кого я знаю, именно так пришли к арбалету. Где-то попробовали, посмотрели, вау, прикольно, задумались об этом и купили арбалет. Поэтому, в принципе, нет нужды покупать сразу охотничий арбалет. Но если бюджет позволяет, то, конечно же, лучше купить сразу охотничий арбалет. Так вот, на что обращать внимание? Во-первых, нужно смотреть на мощность этого арбалета, потому что, как я уже говорил, точность арбалетов, она у всех плюс-минус одинаковая. Конечно же, для охоты я рекомендую исключительно блочную систему, потому что она более эффективна, потому что с ней будет проще охотнику освоиться. И, ну, с рекурсивными есть свои нюансы. Человек может начать стрелять, особо не разобраться, не понять, почему стрелы летят хрен-пай-некуда. А там и плечи надо ровно ставить, и взводить надо обязательно ровно. Короче, там есть свои заморочки, с блочной попроще. Поэтому берите, во-первых, блочный арбалет, во-вторых, мощный арбалет. Мощный это значит, что скорость вылета стрелы должна быть больше, там, 390-400 фпс. Но это, если мы говорим про прям такой большой задел на будущее, что с этим арбалетом человек сможет охотиться. Да, реально, с этим арбалетом можно охотиться на кого угодно. И на кабана, и на медведя, и на лося. То есть даже на самых крупных зверей. Если мы говорим про охоту такой поменьше, то там, конечно, и мощности поменьше нужны будет. Поэтому для охотников я могу порекомендовать такие модели, как Doom. Это большой полноценный арбалет, но при этом имеет обратную систему. То есть баланс этого арбалета лучше, чем у практически всех арбалетов. Doom Mini это самый компактный, блочный, охотничий арбалет, с которого действительно можно охотиться. То есть по сути, это прям, можно сказать, арбалет-пистолет, на который вы можете поставить обвес и превратить его в большой полноценный арбалет с упором в плечо. Также можете посмотреть Doom Armageddon и Doom Military. В принципе, вся линейка арбалетов Doom подходит для охоты. Кстати говоря, в ассортименте Beer Hunter, помимо стандартных предложений арбалетов, есть еще и уникальные, такие как подарочный вариант арбалета Beer Hunter Doom Mini Aggregator. Вы только посмотрите на эту замечательную, деревянную, красивую, ну, можно сказать, премиальную коробку. Сам арбалет ничем не отличается от своего брата, который вы можете найти у нас на сайте. Отличие именно в упаковке. Если мы берем арбалет для себя, то, в принципе, наверное, разницы особо это не имеет. Но, если мы берем арбалет в подарок, то тут, мне кажется, важно, потому что это будет видеть сам человек, это будут видеть все гости, и, смотря на эту коробку, ну, уже все сразу начнут понимать, что что-то вы прям очень необычное и хорошее подарили. Следующий момент – это развлечение. Следующая категория людей, которая точно будет рада такому подарку, это те, кто хотят развлекаться, потому что арбалет, помимо вот его предназначения, охота, там все дела, также и может дарить замечательные, радостные эмоции, даже просто по сольбе, по мишени или по каким-нибудь баночкам. И для таких людей в первую очередь подходят арбалеты, которые появились только в этом году. Это линейка агрегаторов, то есть многозарядные арбалеты. Магазины на этих арбалетах значительно ускоряют и упрощают стрельбу, вам не нужно думать о том, как вставить стрелу, как ее правильно повернуть, вы просто закидываете их в магазин, там по пять штук, и сразу можете начинать стрелять. Все, что вам нужно, это взвести этот арбалет. Взвели, выстрелили, взвели, выстрели. Все максимально просто, и такой арбалет подарит максимум радости своему владельцу. И что самое главное, такие арбалеты идеально подходят для каких-нибудь массовых мероприятий, когда есть куча людей, и тех, кто сталкивался, это надо прям к каждому лично подходить, объяснять, и потом слить, чтобы он нигде ничего не перепутал, и все нажал правильно, то тут по сути, да, вы просто говорите, что вот сначала дергаешь за эту, потом нажимаешь на спуск, все, больше оттягивать, ничего не требуется. И, конечно же, это замечательный плюс. И открою вам небольшой инсайт, на самом деле, с появлением многозарядных арбалетов, и появлением их на маркетплейсах, значительно вырос круг тех людей, которые покупают себе арбалеты. Потому что, как оказалось, многозарядных арбалетов очень и очень не хватало на рынке. Поэтому посмотрите на такие модели, как Mamba-агрегатор, как Doom-мини-агрегатор, как Haraon-агрегатор. Также никто не отменял, в принципе, это и обычные арбалеты, типа Mamba, это, наверное, самый доступный блочный арбалет-пистолет, который при этом, вот при желании вы подарите Mamba, если человеку понравится, он сможет докупить туда планки, докупить туда приклад, докупить то-се, и получится супер Mamba. А это уже, как бы, серьезный арбалет, с которым, в принципе, это можно и на ходу даже походить. Поэтому тоже обратите на это внимание. Есть еще вариант. Человек не собирается стрелять, и уж тем более не собирается ходить на ходу. Но ему всегда хочется похвастаться чем-то новым, необычным, а что может быть круче и необычнее арбалета. Тут, наверное, в первую очередь стоит смотреть на цену, потому что такому человеку будет вообще все равно стрелять этот арбалет на 10 метров или на 150 метров. И человек, скорее, обратит внимание на то, в какой упаковке этот арбалет, на то, из каких материалов он выполнен, и как он в целом выглядит, дорого там или дешево. Поэтому советую посмотреть на такие арбалеты, как DUMINI, в подарочной упаковке, или DUM ARMAGEDDON, или на DUMILITARY, который также идет в замечательной подарочной военной коробке. И последний тип людей это люди искусства. Это те, кому важна красота, эстетика. И таким людям по факту то и стрелять можно даже не дарить, потому что стрелять этот арбалет не будет. Они повесят его на стену, положат куда-нибудь на полочку, на видное место, и будут смотреть на арбалет исключительно как на часть интерьера. Тут, наверное, я вам вообще не смогу посоветовать какую-то конкретную модель. Тут надо просто выбирать глазами. Ну и не забывайте, что люди искусства, они любят своими ручками все доделывать так, как им нужно. Поэтому арбалеты Бирхантера, вот неожиданно, как мы завернули, на самом деле достаточно легко разбираются. Вообще, это создано, конечно, для того, чтобы человек мог отремонтировать свой арбалет, задержать его и так далее. Но в данном случае вы можете быть уверены, что человек наверняка разберется этот арбалет и что-то где-то перекрасит, переделает, у него получится уже совершенно другой арбалет. Ну и там поменять тетиву на какую-нибудь цветную, тоже перекрасит ее. Поэтому тут надо смотреть исключительно на ваш кошелек и на то, что вам больше понравится. Но вот мне лично нравится с этой точки зрения Doom Military. На мой взгляд, это очень лаконичный и эстетичный арбалет. И еще Mambo Fatality, потому что она прям очень сильно выделяется своим дизайном из всех остальных арбалетов. И подарить такой арбалет по факту человек будет обладать ну прям чем-то супер уникальным. Найти такой арбалет у кого-то, это надо еще постараться. Так что повторюсь, выбор арбалета зависит от человека, которому вы будете дарить. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ссылка на все арбалеты есть в описании под этим видео. Заходите на наш сайт, смотрите, выбирайте, звоните и наши менеджеры помогут вам подобрать наилучший вариант. Прямо можете так и сказать, что мне нужен арбалет в подарок, человек там ни хрена в этом не понимает, охотиться не будет, просто там нужен красивый арбалет. И будем соответственно выбирать вам арбалет, исходя из ваших потребностей. Потому что арбалет может не только стрелять, но и радовать своего владельца. А я советую посмотреть вот это видео.